Очень здорово для лучшего понимания структуры руки и йод, соединений и движений, йод слепить. Я сейчас занимаюсь куклой и вам заодно на примере этой куклы расскажу, как лепить руку. Значит, смотрите, мы берем размер от подбородка до точки начала роста волос. То есть не всю голову, а до начала роста волос. Берем вот этот размер. Это у нас сама кисть от запястья до кончиков пальцев. Вот она. Здесь я еще даю кусочек запястья, для того, чтобы кукла потом крепилась в мягкую ткань. Дальше мы этот размер делим пополам. И что у нас получается? У нас половина этого размера это пясть. Вот она, вот эта вот часть, квадратная пясть. Если мне даже сейчас... И половина это пальцы. То есть вот это две части. То есть вы лепите сначала квадратик. И четыре этих бобинки такие, которые будут у вас потом пальчиками. Значит, пясть сама, она квадратная. Но если мы смотрим в профиль, она треугольная. То есть кверху потоньше, книзу пошире. Вот сделали. Прикрепили к ней запястье. Запястье в месте крепления будет плоское. Но по мере удаления от руки будет становиться, стремиться к более круглой форме. Размеры пальцев. Ну, можете по своим пальцам сориентироваться. Средний у нас самый большой. Указательный и безымянный. Они примерно одинакового размера. И мизничек самый маленький. Что происходит с большим пальцем? Значит, вот эта вот мышца большого пальца, она как треугольник. Вот видите, прям видно, да, такой треугольник. Приставной треугольник. И она у нас сюда приставляется. Кисть будет вот таким образом сделана. То есть она выгибается немножко вот так наружу. Вот треугольник, который сюда будет приставляться. Вот мы так пока сделаем. Длина большого пальца, она доходит до середины первой фаланги указательного пальца. То есть если мы вот так вот приставим, прижмем, то вот до середины указательного пальца она будет доходить до середины первой фаланги указательного пальца. Сделайте все запчасти соответственно размером И теперь мы их соединяем Можете сейчас поставить на паузу Сделать все запчасти Размер полной кисти это от подбородка до точки начала роста волос Если вы делаете произвольную кисть, то просто делайте 2 квадратика Верхний квадратик разбиваете на пальцы Нижний делаете из него треугольник И запястье тоже к нему прикрепите Лишним не будет Много знаний не бывает Треугольник большого пальца и сам большой палец непосредственно Собрали Теперь все это дело нужно собрать вместе в одну руку Если кисть выгибается сюда Большой палец идет вперед вместе с треугольником вся эта мышца И остальные пальчики они тоже немножко смещают То есть спокойно такое Они смещаются немножко вперед Указательные всегда немножко вытягиваются Немножко вытягиваются Указательный палец крепим Он почти продолжает движение руки Не изменяем его А остальные идут немножко на сгиб И помним, что у них три фаланги Чтобы они сгибались логично Для красоты жеста Можно всегда Вот эти два пальца соединить А эти наоборот отставить Всегда вот этот более красивый жест будет Не эстетичный Не расставляйте То есть если нет такой задумки Вот целиком пальцы не расставляйте Это Ну как бы пересчет Таких получается Колышков Не так интересно Интересно отставить один палец Или вот так вот например отставить Вот так вот сделать как-то Вот в моем варианте Наверное указательным будет больше отставлен Вот остальные Сейчас мизинчик еще посмотрю И они веером вот так вот складываются Все пальчики По очереди На этом этапе Так же как в рисунке Не надо выводить Пальчики То есть не увлекайтесь деталировкой Сначала построение И только потом То есть общая композиция Построение И только потом Вы делаете уже деталировку Если на этом этапе Вы начнете выводить ноготки У вас окажутся пальцы не на месте Ну будет обидно Хотя в скульптуре Это исправить гораздо проще Можно просто отрезать И поставить на другое место Если нет внутри каркаса Это просто сделать Ну даже если он есть Тоже Можно сделать Так и оп Вернем на место И вот именно на этом этапе Подумайте об эмоциональности кисти Кисть настолько эмоциональна Что она вам может Поменять настроение У всего рисунка У всей скульптуры То есть вы чуть-чуть Там отогнете палец В другую сторону А смысловая нагрузка Может совсем-совсем поменяться Поэтому чем лучше Вы умеете пользоваться Вот этим инструментом Рисовать и лепить кисть Тем эффектнее будут ваши работы Не поленитесь Не поленитесь Позанимайтесь Кистью отдельно Побольше Вот Сделали Поймали эмоциональную нагрузку Теперь даем Дополнительное наполнение Здесь мышцы явно не хватает То есть мы сюда положим И начинаем уже потихоньку выводить пальчики То есть подушечки тянем к ноготку Они же не обрубленные Так у нас есть подушечка и ноготок Подушечка и ноготок И здесь то же самое И выводим Уже выводим деталировку Выводим ровность формы Вот здесь вот можно наполнение дать побольше Треугольничек есть Но здесь явно не хватает Побольше И выводим наполнение То есть это как каркас И дальше мы его доводим уже до ума Делаем его эмоционально интересным И анатомически грамотным Вот Рисуйте и лепите в удовольствии Рисуйте и лепите в удовольствии